Всем привет, друзья! С вами Вула, и это у нас видеоотчёт о проведённом вместе с Машей отпуске. Как вы могли заметить, стримов на канале не было, а причиной этому как раз-таки и является наше путешествие в Египет. Стоит отметить, что на удивление у нас практически не было особо сильных задержек. Там буквально на 30-40 минут у нас была задержка что в ту сторону, что обратно. Хотя эта компания, к которой мы летели, ну как мы уже потом почитали, имеет не очень хорошие отзывы. Более того, люди, с которыми я пообщался на следующий день, сказали, что у них знакомые должны были вылететь на пару дней раньше, но до сих пор не прилетели. То есть у них рейс там отложили чуть ли не на 2-3 дня. Ну и разумеется, по прилёту уже в Шарм-эль-Шейх стоит отметить, что жарище там просто невероятное. Мы летали, получается, в конце августа-начале сентября, и жарище просто невероятное. 38 градусов на солнце. Мне такое было очень сложно пережить, и в принципе я не пережил, потому что я сгорел в первые же дни. У Маши, конечно, всё получше, потому что она любит солнце, она любит загорать. Я же после того, как сгорел во второй день, до конца путешествия плавал только в рубашке. Но это всё, ладно, это всё мелочи, и давайте я расскажу, что нас, в принципе, ждало в Египте. Летали мы в Шарм-эль-Шейх, в отель Гранд Оазис Резорт. Это у нас 4 звезды, и если бы мы были заядлыми путешественниками, я бы вам, конечно, сказал, что там, наверное, огромное количество минусов, всего, всякого разного, но так как мы не путешественники, это, в принципе, была первая поездка Маши за границу. Моя первая, можно сказать, в сознательном возрасте, потому что я, наверное, ездил только в детстве с родителями, но там, скорее всего, уже ничего в памяти толком и не осталось. И для наших, наверное, ещё не зажравшихся глаз, всё выглядело, ну, просто великолепно. Отель прекрасный, красивый, внутри фойе главного здания на ресепшене огромный такой гигантский купол с рестораном на втором этаже, в котором, разумеется, был шведский стол. Сама территория отеля растянулась по длине к морю и выполнена в виде таких ступенчатых перепадов. И вот на каждом из таких перепадов у нас есть сектора с номерами. В номере ничего особенного, двуспальная кровать, кондиционер, телевизор, небольшой столик для еды, мини-холодильник, в котором можно разве что воду охлаждать, потому что это не мини-бар, это просто холодильник, в который вы можете поставить свою воду и там охлаждать, или продукты какие-то. В общем, ничего интересного. Но стоит отметить, что когда мы заселялись, разумеется, ну, наверное, как и в любых других отелях, в Египте есть такой принцип раннего заселения. Это когда вам надо доплатить работяге, который стоит за стойкую ресепшн, для того, чтобы он быстрее вас заселил и вам быстро выдали номер. Потому что фактическое заселение начинается, по-моему, в 12, а прилетали мы, соответственно, в 6, и уже к 8 мы были в отеле. И, собственно говоря, 4 часа еще купывать, ну, никому не хотелось. Поэтому пришлось отсюнявить сударю 30 долларов для того, чтобы нас быстрее заселили. Но после этого уже у нас идет море, солнце и пляж. Хотя здесь, кроме пляжа, еще есть и бассейны, на которых мы были, наверное, один раз только первый день. Здесь три бассейна, по-моему, два из которых подогреваемые. Есть бар у бассейна, есть место с массажем, есть место, где выдают полотенца. Но, как я сказал, мы большую часть времени проводили именно на море. И у моря все тоже обустроено очень классно. Здесь огромное количество лежаков с разнообразными зонтиками. Это могут быть зонтики, это могут быть деревянные строения, которые неподвижные. Лежаки эти тоже расположены на нескольких уровнях. И, разумеется, можете лечь либо ближе к морю, либо чуть подальше. Но не важно, где вы ляжете, потому что заход в море все равно через понтон. Потому что это коралловый риф. В Шарм-эль-Шейхе почти все отели имеют заход в море только с понтона. Только некоторые, наверное, имеют пляж как таковой. Потому что, как вы знаете, Шарм-эль-Шейх это город, который построен на коралловом рифе, по сути. И именно за этим мы и плыли сюда. Потому что плавать рядом с кораллами, с огромным количеством рыб, просто невероятно. Местный подводный мир настолько завораживает, что я по большей части находился под водой все время. Правда, для этого пришлось купить маску и ласты. Потому что без ласта опуститься куда-то глубоко практически невозможно. Вода настолько соленая, что выталкивает тебя наверх просто вот на ура. Ну а местные подводные обитатели вообще тебя не боятся и плавают прямо рядом с тобой. Я вот когда еще большую часть дней плавал именно в рубашке, у меня она была такая клетчатая и такое ощущение, что некоторых рыбок она еще больше привлекала, чем вот обычный телесный цвет. Ощущения, конечно, просто непередаваемые. Я, наверное, именно поэтому и сгорел, потому что я был большую часть в воде. Даже если я мазался, крем все равно надолго на мне не задерживался. Он очень быстро смывался, несмотря на то, что там на этикетке было написано ВОДОСТОЙКИЙ ПАКЮ! Ничего, он не водостойкий, когда ты по часу находишься в воде. Смывается все, что угодно. Даже грехи. Ну и кроме моря, мы, разумеется, там каждый день очень вкусно ели, потому что это у нас all-inclusive. Соответственно, трехразовое питание шведский стол. Для любителей алкогольных напитков или безалкогольных напитков есть три бара, то бишь в фойе, на пляже и у бассейна. И там вы можете брать что угодно, в каком количестве. Будь то пиво, какое-то вино, виски, коньяк. Что, в принципе, некоторые делали. Ну, так как мы не пьем, поэтому нам это особо не надо было. Но зато прохладительными напитками там было можно довольствоваться сколько угодно. Особенно после плавания, когда ты без сил что-нибудь такое выпить. Это просто офигенно. Ну, а уже на завтрак, обед и ужин тут, конечно, подает огромное количество разнообразных блюд. На самом деле, за вот сколько мы были, 8 ночей, 9 дней, всего даже и не попробуешь, на самом деле. И это очень хорошо. Тут есть еда на любой вкус. Рис, орлопша, картофель, какие-то запеченные бобы, мясо во фритюре, овощи во фритюре, печеные перцы, долма, еще что-то. Просто огромное количество блюд. И это только жаркое. Также есть огромное количество разнообразных салатов, овощей, фруктов, сладостей. Просто огромное количество сладостей. Вот за все время мы, наверное, в большей степени притрагивались к сладостям. И то всего все равно не попробовали. Также в ресторане есть еще парочка островков, которые в зависимости от завтрака, обед, ужин, каждый раз меняют свое наполнение. То бишь на завтрак на этом острове находятся разнообразные сухие смеси. То бишь это всякие хлопья, шарики, горячее молоко, холодное молоко. На обед и ужин здесь супы. То есть крем-суп или какой-нибудь бульон куриный или еще что-нибудь. И разнообразные насыпки. На втором островке готовят некое блюдо дня. Иногда это бывает рыба, иногда креветки, суши, индейка, какое-то необычное мясо, местная шаурма или что-нибудь еще. И это все на обед и ужин. А на завтрак этот островок меняется. И здесь уже готовят разнообразные бутерброды, пончики, круассаны с огромным количеством всяких добавок, джемов, шоколада и прочего. Но про фрукты я уже сказал. Их тут огромное количество, хотя вот и не всегда можно что-то схватить. Потому что люди тоже вот, которые приходят, ну, немножко наглые. И в одну рожу нет, чтобы вот, ну, возьми ты себе манго, там, ну, один, два. Нет, они наберут по 6-8 штук в одну харю и уносят. Ну, разумеется, некоторым бывает не достается. Хотя бывают и необычные фрукты, такие как местный кактус, который весьма специфический на вкус. Но, если уже говорить честно, то хотелось бы побольше разнообразия. Ну, и, конечно же, было бы очень скучно проводить все это время просто вот у моря, у бассейна или за столом. Поэтому мы взяли себе еще парочку экскурсий. Ну, разумеется, стандартных для Шарм-эль-Шейха. Как эмоции, это, конечно, прикольная вещь. Но есть некоторые нюансы. Начнем с сафари, которое у нас было типа 5 в 1. То бишь, там у нас была поездка на квадроциклах, катание на верблюдах, плавание на коралловом рифе, плюс небольшой отдых в ресторане, где нас кормили, и поход в каньон. И практически у всего из этих пунктов были какие-то нюансы. Во-первых, квадроциклы, которые там, просто убитые в хлам. Там просто, ну, не знаю, нам еще попался, наверное, самый худший, потому что он в гору ехать, ну, просто отказывался. Впечатления от катания остались не самые хорошие. Но потом мы уже перешли к верблюдам. И здесь уже поинтереснее. Сами верблюды, разумеется, это просто огромные лошади, назовем это так. Но катание состояло просто из, ну, небольшого парохода вереницы, ну, приблизительно там 50 метров, наверное, мы прошлись туда-обратно, и все. Возможно, это нюанс как раз-таки именно того, что это поездка комплексная, много в одном. С плаванием, конечно, было все еще ужаснее, потому что, во-первых, мы на плавание вообще не пошли, потому что мы в экскурсию поехали на третий день, а на второй день мы сгорели. Соответственно, на солнце нам хотелось находиться как можно меньше, а тем более в воде с открытыми конечностями. Это просто ужасно, поэтому мы отказались от плавания. Но при этом, как нам сказали люди, которые там плавали, ничего мы не потеряли, потому что рыб там практически не было возле этого коралла. Возле берега мы бы могли увидеть у отеля гораздо больше. Ресторан почти под открытым небом весьма интересная вещь. Единственное, он прям наполнен туристами огромным количеством, потому что вы туда едете, разумеется, не одной группой, а там приезжает таких групп, как ваша, ну, десятки. И постоянно-постоянно меняются, и там шум, гам, люди там переодеваются, собираются, в общем. Но само место приятное. Правда, вот, прохладительные напитки платные. И стоят прилично. Какая-нибудь 0,3 Pepsi стоит 2 доллара, а их фирменный какой-то там коктейль из фруктов стоит вообще 3,5. И некоторые на этих коктейлях прям отдали вторую цену поездки. Ну, а последним местом пребывания в этом путешествии у нас был каньон, который поначалу казался очень интересный, но фактически мы прошли этого каньона, ну, метров 50, как, наверное, даже на верблюдах мы, наверное, больше проехались. В остальном же гид нас куда-то в глубину не пустил, развернул назад, мы там куда-то все поднялись, там фотограф всех пофоткал, в итоге из 30-40 минут запланированных на этот поход в каньон, мы 30-40 минут этих просто фоткали людей. Ну, точнее, фотограф там фоткал всех людей в одной и той же позе, в одних и тех же прыжках, чтобы, разумеется, что правильно втюхать потом людям фотографии за, по-моему, 30 долларов или 15, не помню. Так как мы это все сами поснимали, нам эти фотографии нафиг были не нужны. И это, честно сказать, была такая вот легенькая экскурсия, потому что есть экскурсии, к примеру, на гору Моисея, а это вообще ад, как мы посмотрели, то есть это вы там ночью выезжаете из отеля где-то там в 2 часа ночи, едете туда в порядка там, ну, какого-то количества часов, там, 3-4 часов, чтобы встретить рассвет на горе Моисея, там, подняться туда, потом куда-то там идете в собор Екатерины, и, в общем, там очень много где придется походить, и вы потом только на следующий день возвращаетесь тоже ночью домой. Мы сразу отмели такую экскурсию, потому что, извините меня, просетите большую часть пути в автобусе. Нет, спасибо, обойдемся как-нибудь. Разумеется, про поездку в Каир, то бишь, посмотреть на пирамиды или Луксор, тоже речи не шло, потому что с Шарм-эль-Шейха туда ехать часов 8-9, либо лететь туда очень дорогой экскурсией на самолете, что это, да, быстрее, конечно, но, с другой стороны, там нечего делать. Это, я говорю, как человек, который был там в детстве, и, честно сказать, это просто разваленные. Да, может быть, кому-то интересно было бы на это посмотреть, но, извините меня, набираться до туда огромное количество часов, чтобы просто посмотреть на разваленные... Нет, спасибо, второй раз я бы на такое не согласился. Поэтому вторым этапом нашего путешествия была морская прогулка, на которую мы поехали, по-моему, на шестой день, которая была уже гораздо приятнее, потому что, во-первых, не было так жарко, мы были под закрытыми палубами, плюс нас обдувал прекрасный морской ветер. Ну и тут, конечно, обошлось не без проблем, потому что, как вы понимаете, мы не единственная группа, которая туда едет, а там штук 50, а может быть 100 яхт, которые вот возят одну и ту же экскурсию, просто вот одну и ту же. И вот просто эти яхты выстраиваются рядами, друг рядом с другом, и вот все плавают, как кильки в банке. И вот, честное слово, возле отеля гораздо приятнее плавать, потому что людей немного, часть людей лежит возле бассейна, часть людей возле моря, и тебе всегда хватает места поплавать. Здесь же люди просто вот сидят друг на друге, можно сказать. И фактически все это мероприятие для того, чтобы продать людям дайвинг, на который я ходил, но я ходил на дайвинг с берега, а не с яхты. И, честно сказать, в дайвинге нет ничего такого сверхъестественного, по крайней мере, вот здесь. Если вы хотите действительно где-то заниматься дайвингом, то советую получить сертификат и плавать куда-нибудь туда, ездить, где есть акулы, где действительно огромное количество рыб, где действительно можно глубоко погрузиться, поисследовать какие-нибудь заброшенные суда или что-нибудь подобное. Но брать дайвинг вот так вот с яхты, где вы погружаетесь, ну, от силы, ну, метров на пять, то есть там люди глубоко не плавали. Да я с маской глубже нырял, чем они там плавали с этими ластами, квалангами и ребризерами и прочей херней. И таких мест основного сплавания было две, причем кораллы здесь не какие-то сверх выдающиеся. Рыбок там немного, а размер их еще меньше, чем возле отеля. Не знаю, возможно, это какое-то, так сказать, время такое, в котором рыбки только вот, ну, отплодились и там плавало огромное количество мелких-мелких-мелких стаек, но при этом чего-то крупного вообще не было. А уже после обеда на яхте у нас была третья остановка на так называемых египетских Мальдивах, то есть это Белый остров, который иногда от прилива и отлива заливается водой, ну, нам повезло, у нас был как раз-таки отлив, и остров показался на поверхности. И, как вы можете заметить, людей там такое же огромное количество, как и, в принципе, в воде. Но это не самый главный минус. Вроде бы, кажется, вот люди ходят, песочек, все красиво, но фактически под ногами у тебя находится огромное количество камней, кораллов, и никаким белым островом там даже не пахнет. Такое ощущение, что вот просто где-то привезли огромный бур, перебурили огромный крал, перемешали это все с песком, и вот сюда посреди океана высыпали. Максимально отвратительное место, но это все мелочи. На самом деле, ощущения у нас от отпуска просто невероятные. Машина загоралась, я наплавался, да сгорел, да побил ребро, потому что я помню, когда вывлазил из понтона, когда пытался залезть на понтон, у меня соскользнула рука, потому что было мокро, и я грудью пару раз прошелся по понтону, и что-то у меня там в ребре немножко повредилось, перелома как такового нету, но просто немножко ушиб ребро. Сейчас болит. А, ну еще забыл сказать, что рядом с отелем находится небольшое такое, так сказать, пространство, которое называется Соха. Это сеть разнообразных магазинов, ресторанов, мест для дискотеки, и в вечернее время, то есть с 8 до поздней ночи, я так понимаю, оно оживает, и там люди ведут ночной образ жизни, то есть туда ходят за покупками, туда ходят в ресторан, туда ходят танцевать, разнообразные там фонтаны, мероприятия и прочее. Но на этом, пожалуй, все. Вот такой у нас выдался отпуск, теперь возвращаемся обратно к нашим геймерским делам. Вам же, разумеется, советовать ничего не буду, сами принимайте решения, у всех есть своя голова на плечах, либо смотрите кого-то более компетентного. Но на этом все, друзья. Всем удачи, всем пока.